6 класс, 33 серия. Конъюнкция. Произведение высказываний. Когда из двух или нескольких высказываний получается новое высказывание, высказывания соединяются союзом «и». В каком случае конъюнкция истинна? Она истинна только в том случае, когда все высказывания истинны. Если хотя бы одно из них ложно, то конъюнкция ложна. Так, ложна, ложна, ложна. Первая задача. В Сапеге Андрей отстал от Бориса и ещё от двух спортсменов. Давайте сразу, читая условия задачи, начнём решать эту задачу на числовом луче. Допустим, спортсмены движутся вот в этом направлении. Андрей отстал от Бориса и ещё от двух. Значит, если здесь Андрей, перед ним ещё три человека. Так, если движение слева направо. Так, Виктор финишировал после Андрея. Но, значит, Виктор после Андрея, но ранее Геннадия. Значит, Геннадий в конце. Так, Дмитрий опередил Бориса, но пришёл после Евгения. Значит, Дмитрий опередил Бориса, но пришёл после Евгения. Какое место занял каждый спортсмен? Значит, Евгений на первом месте, затем идёт Дмитрий, потом идёт Борис, затем идёт Андрей, Виктор и Геннадий. Вторая задача. А, Б, С и Д – это жители острова, рыцарей и лжецов. А говорит, по меньшей мере, один из нас лжец. Б говорит, по меньшей мере, двое из нас лжецы. С говорит, по меньшей мере, трое из нас лжецы. Д говорит, среди нас нет лжецов. Кто из них рыцарь, а кто лжец? Значит, четыре человека, у каждого по две возможности, либо рыцарь, либо лжец. Значит, здесь может быть всего 16 вариантов. Два в четвёртой степени. Так, варианты, когда А является лжецом, мы сразу отбрасываем. Потому что лжец, получается, что-то говорит правду. А такого быть не может. Значит, мы будем рассматривать только те случаи, когда А – рыцарь. Вот восемь вариантов, когда А – рыцарь. Ну, и вот в таблице представлены Б, С и Д. Итак, мы рассматриваем, когда А – рыцарь. Потому что А – лжецом быть не может. Так, Б говорит, по меньшей мере, двое из нас лжецы. Значит, Б не является лжецом, потому что получается тогда, что он сказал правду. Значит, вот уже у нас из восьми оставшихся вариантов осталось только четыре. Ну, и рассматривая все эти варианты, мы получаем ответ такой. А является рыцарем, Б тоже является рыцарем, С – лжец и Д – лжец. Вот в этой задаче только один возможен вариант. Вот это ответ. Среди них два рыцаря – это А и Б, и два лжеца – С и Д. Остальные варианты не подходят. Третья задача. Сколько чисел, меньших 10 тысяч, можно записать при помощи цифр? 5 и 6. Итак, однозначных чисел будет 2. Ну, либо 5, либо 6. Двузначные числа. Значит, сколько возможностей для постановки первой цифры? 2. Для постановки второй цифры тоже 2. Значит, 4 двузначных числа. Так, трехзначных чисел, которые записываются пятерками и шестерками. Две возможности – 2 и 2. 2 в кубе – это 8. Четырехзначные числа. Две возможности умножаем на 2, на 2 и на 2. 2 в четвертой – 16. Ну, и находим значение этой суммы, получаем ответ. Таких чисел будет 30. Продолжение следует... Взголовное tokens.